Всем добрый вечер! Угадайте, что мы сегодня будем готовить? Украинскую колбаску с чесночком домашняя. Я увидела, у нас в магазине продавали сруб мяса по 180 рублей килограмм. И купила вот одну такую штучку. Здесь чуть больше килограмма на 220 рублей. Положила подморозить, чтобы вот это вот аккуратно срезать кожицу. И забыла. И забыла на неделю. Поэтому сейчас оно будет потихоньку размораживаться, а мне нужно будет снять вот эту шкурку, отрезать. И мы будем аккуратно нарезать полосочка за полосочкой, квадратик за квадратиком. Материал для приготовления колбаски. Так, что у нас тут? Косточку надо будет как-то вырезать. Также для колбасы нам понадобится чеснок. Мы его предварительно сейчас... Ну вот этот не надо, он даже отдирается нормально. Мы его предварительно сейчас замочим, чтобы он у нас легче чистился. Ну, буквально на пару минут он будет положить. Я, наверное, весь туда кину, а сколько уже добавлю, столько добавлю. Так. И нам понадобится натуральная свиная оболочка. Я ее купила в ленте. Стоила она, по-моему, 117 или 119 рублей. 5 метров. Я беру такую, но можно взять и на рынке. В общем-то, приготовление колбасы, оно очень простейшее. Соль. А еще я беру смесь перцев, приправу. Так, вот эту надо закрыть. И пока еще не решила, пока будет размораживаться, я буду обрезать, я решу. Буду я добавлять вот такой вот перец чили кусочками или нет. В украинскую колбаску, конечно, он не добавляется. Просто я люблю все острое, поэтому в свой рецепт я могу добавить. Но это не точно. Я еще пока не знаю. Я просто его везде добавляю. И еще я нашла у себя вот такую вот приправу для гулеша. А здесь у меня почему-то кончились все приправы, и тем не лень. Здесь есть паприка, кориандр, молотые семя горчицы. Так, ну это нам не нужно. Нам нужно семя горчицы еще, в колбасу идет обычно. И идет кориандр. Так как у меня по отдельности этого нет, то я добавлю вот такой приправы немного. По идее, это туда, в украинскую колбасу добавляется просто черный перец. Всегда добавлялся чеснок и соль. И все. И больше уже остальное, это уже, как говорится, на выбор, кто как готовит. В общем, сейчас я буду вот это вот дело потихонечку обрезать аккуратно. А вас пока выключат. Так, ну что, я обрезала, значит, шкурку. Теперь нам нужно аккуратненько кусочками, лучше это делать в подмороженом виде. Мне кажется, мне нужно пуповатый нарезать. Ну все. Я опоздала. Он слишком быстро тает. Значит, у нас сало должно идти квадратиком. И еще есть один секрет в колбасе. Для того, чтобы этот жирок вкусно хрустел, то нужно половину жира кинуть в кипящую воду буквально на минутку. Вытащить, и все уже идет в фарш. А другая половина идет целая. Так, жир мы будем резать вот такими вот. Небольшими квадратиками. Редактор субтитров субтитров субтитров. каш я оставлю наверное где-то на часов 12 не мариноваться и настаиваться в холодильнике закрою фольгой и оставлю еще на фарш ледяную водичку и будем его отбивать хотя бы 5-10 должны отбить сами вот а мясо оно должно быть с такими длинными кусочками это уже тогда получается не совсем не украинская колбаса чертича кстати какую кухню любите вы я очень люблю грузинскую украинскую русскую ну русская мне кажется она такая она сродни украинской кухни в идеале у нас должны быть такие длинные полосочки из мяса вот ты чё тут пасешься ты хочешь мясо ты же не будешь есть его я же знаю тебя же только просишься потом загребаешь и убегаешь истерики и 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 с мясом сразу так но я доделаю сейчас это все дорежу косточку еще вырежу отсюда а потом к вам вернусь итак я дорезала мясо сейчас оно еще немножко подтает потому что оно было подмороженное так как я не брала шпик и отдельно мясо то я не буду делать вот этот маленький секретный момент касаемо сваркой сваркой половины сала в кипящей воде для большей хрустящести а вы сделаете если вы будете готовить тем более на стол значит сюда я добавлю сейчас я приложу еще это кастрюльку и буду отбивать соль смесь перца я люблю поострее все-таки чили я не буду добавлять и нам нужно будет это все дело отбить и сейчас я еще немного чесночка туда добавлю нужно натереть вот видите какая херовая опять смотри нас надо завязывать с матом какая плохая здесь фикс прайсе придается как это называется штука-то господи досочки чеснок в воде когда побывает минуты две даже три от него даже от самого такого ядреного и молодого очень быстро отходит шкурка потому что когда закатываешь банки этот чеснок задолбаешься чистится так ты раз кинул воду прохладненько он пять минут полежал и все ты его быстренько почистил ну вот ножи кстати вот этот он 26 50 стою с экспрессом хороший достаточно а вот этот я брала в голомарте по акции по 29 сначала был очень острый а сейчас тупой не отношу нас не отношу на затачивание к этому потому что смысл нужно нож пойти купить 100 рублей стоит да какие 100 рублей даже этот стоил по моему 29 или 39 а заточку у него стоит 100 150 яков тебе нужно сейчас поиграть свой футбол откуда он берет шары непонятно у него очень много шариков такие знаете продают супермаркетов по 10 по 20 рублей стоят значит ну такие аппараты и в них продают шарики за монетки я ему раньше всегда покупала мы постоянно где-то теряет но когда ему нужно поиграть не важно убираешься ты там или что-то еще делаешь найти их невозможно но когда ему нужно поиграть он их откуда-то достаю как будто у него нычки по всей квартире причем у него их штук 40 наверное этих шариков уже и обязательно это должна быть ночь а подо мной живут пенсионера так еще наверное возьму чесночка я люблю вообще чеснока много я его добавляю везде я любитель острого любитель чесночка мне хорошо я живу одна никто кроме кота мне нюхает все отлично могу себе позволить такой роскошь о все сил нету это все похудение кстати похудение на этих волшебных бабах нормально идет получается когда я месяц назад начала пить было 76 или 74 не помню и что-то даже не помню надо посмотреть по записям сколько я весила тогда 74 или 76 килограмм а сейчас я 67 67 с половиной 68 но второй раз когда я начала худеть я делала перерыв на несколько дней мне было очень плохо с этих таблеток и второй раз когда я начала худеть два литра ну скорее всего воды потому что было обезвоживание они вернулись и у меня начинала второй раз я худеть уже 71 получается вот за неделю я скинула три с половиной килограмм я не могу сказать что я прямо еще ладно день что я прямо держу диету там себе во всем отказываю я кушал где-то два раза в день с утра я ем что-то жирное хотя бы дети те кто хотят похудеть они должны исключить жирное питание вообще все жирное исключить ну кроме витаминов каких-нибудь омега рыбий жир что ты делаешь яша потому что если исключить весь жир из питания то наш организм начинает расходовать свой и вот эти вот пузики жирные и прочее они начинают у нас исчезать таять таять как на глазах но естественно много еще воды недаром же спортсмены делают сушки себе потому что очень много воды в организме скапливается не соленая острая сладкая почему говорят что нужно исключать потому что там многое вызывает повышенную жажду ну все сейчас это все в кастрюльку и буду отбивать но я подожду пока она немножечко подтает еще потому что она еще подмерзшая и поставлю настаиваться пожалуй а следующим этапом у нас уже будет с вами внедрение в оболочку этого мяса я вот думаю у меня здесь просто стола не приспособлена каким образом куда мне ее прицепить посмотрим так я переложила все в кастрюлю чтобы было удобно теперь буду этот фарш немножко видите суховат поэтому мы добавим ледяной водички сюда еще немножко в общем вот таким вот макаром вы это все делали минут пять хорошенечко жалкоете и ставите в холодильник на ночь на 12 часов или на сутки это уже как вам будет угодно сразу лучше не начинять колбасу потому что она все таки немножко должна подпитаться я еще немножко отобью его а с вами прощаюсь уже до завтра завтра будем начинять колбаску и готовить ее пока пока смазываем и так мы смазываем маслечком хорошенечко и одеваем и одеваем так я их замочила на 10 минут где-то достаточно именно вот эти чем дольше лежат воде тем хуже они одеваются уж не знаю что за парадокс и почему тут происходит и зубочистки еще не нашла куда-то их заныкала потому что кухню все разгрузила все оттуда убрала и куда все заныкала я не знаю есть такой откатной столик на нем все хранится я вызванный конфисковала и не нашла где-то зубочистки я достала иголочку нужно иголка так а что теперь что-то пошло не так опять он позже вас никто не отменял яков тебе уже три года скажи мне когда ты прекратишь бегать тебя уже кастрировали давно откуда в тебе сколько вообще юношеского максимализма с утра до вечера ты бегаешь уничтожает все на своем пути все грызет провода особенно и главное не грызет например скакалка лежит у него там пожалуйста вот тебе скакалка грызи ведь у него точно такой же провод нет нужно подойти к телевизору который 100 тысяч стоит грызануть провод от него и дальше пойти нужно делом так он даже не специально сидит он просто мимо идет и раз такой грыз грыз и пошел дальше а я думаю почему провод весь сухой в этих самых а это вот она оказывается какая скотина и кружки постоянно он переворачивает если в ванной не дай бог ты оставила кружку а где угловая такая ванная и так есть вот такое вот место специальное специальное для кружек в этом раз она ждет пока я уйду и забуду эту кружку после чего она ее просто роняет об капель она бьется я уж не знаю сколько он в этом году кружек перебил но много какая-то страсть еще страсть к воровству губок губки для волос там все эти приколки страшный кот так как же тебя заберут блин надо выпустить такой продукт ну что в принципе нормально должно быть так еще нужно одну маленькую сделать сюда из остатков так 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я буду это все разбирать, вытаскивать остатки и мыть мясорубку. Получилась колбаска из одного килограмма. Там я косточку сала брала, поэтому где-то около килограмма мяса получается. Я, наверное, приготовлю вот такую вот одну штучку, чтобы попробовать, что и как она вообще будет выглядеть. Но перед этим мне нужно будет аккуратно проткнуть. Зубочистками лучше это делать, но у меня нет зубочисток. Я использую толстую иголку. Для того, чтобы колбаска не лопнула. И буду я ее выкладывать в духовку. В духовку хозяйки, которые будут готовить, они застелят противень. Фольгой и поставят. Так как я буду готовить себе, я буду использовать форму из стекла из фикс прайс. Это единственная хорошая вещь, которая была там приобретена. И действительно, она классная. Потому что легко отмывается, неприятно готовить. И она не горит. Ну что, девочки и мальчики, приготовила я колбаску. Вчера я, правда, ее уже подъела половину. Сегодня, вот это со вчера осталось. Я ее слегка передержала, она более зажаристая. Вот эту сегодня, чуть поменьше. Но вкусная получилась. Это вот уже все, что осталось. Попробуем вот новую партию. Боже, какая она вкусная. Очень вкусная колбаска. Единственное, что мне не нравится, это вот ширина кишок, который продается. Они ужимаются, она же колбаска. И получается, что она такая маленькая. Но я думаю, они больше приспособлены для обычных вот этих вот... Как они называются? Которые готовятся на костре. С головы вылетело. Так. А это... Оно внутри такая жирная, сочная. Не сухая. Хорошая. А это даже как-то попикантнее. Очень вкусная. Вспомнила, купаты называется. Когда там фарш-то перемалывают и на костре, ну, на этом самом... На решетке делают. Вкусная колбаса. Обязательно приготовьте. Я думаю, что каталонный Новый год будет неплохим вариантом. Но мужчинам, я думаю, точно понравится. Да что уж там. Всем понравится. Приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите свои рецепты. Может быть, у вас есть какой-то свой вариант приготовления колбаски. Всем пока. С наступающими праздниками.